Всем привет! Сегодня тот редкий случай, когда видео начинается с самого утра, прямо такие без 10 и 9. Вчера в это время у меня уже было все сделано по дому, приготовлено кушать, и я была готова на выход. Сейчас я до сих пор сижу в пижаме и пью кофе. Так очень часто бывает, после очень сильно насыщенного, такого продуктивного дня, на следующий день я просто не могу встать с дивана. Сегодня в моих планах разобрать свой немножко гардероб, обувь, разобраться, посмотреть, что у меня есть, чего мне не хватает, и разобрать свою уходовую косметику. Приглашаю вас вместе со мной. Сейчас вот немножко поделала свои домашние дела, решила сделать перерыв, смотрела визажистом разе, очень мне нравится эта рубрика. И вот сижу, делаю заказ, вернее не делаю заказ, а формирую его и немножко попозже сделаю. Что же заказать на сайте iHerb? Во-первых, конечно же, чай, конечно же, витамины, это как всегда. Потом хочу попробовать вот такие вот патчи с экстрактом птичьих гнезд, что-то очень интересное. Мой любимый бальзам появился наконец-то в наличии, Heimish. Также кисти для нанесения тона, мне не хватает одной кисти для нанесения тона. Дальше от Physicians Formula румяна, бронзер и пудра. Дальше хочу познакомиться с вот этим вот брендом, здесь шампунь, придающий объем. Следующая моя любимая масочка. Дальше от Giovanni хочу еще попробовать ультра увлажняющий защитный спрей двойного действия и ультра гладкий воск для укладки. Также Etude House, очищающий пор и тоник для лица и порошок для выпечки, пена для очистки пор. Также хочу мужу попробовать заказать вот такой вот Desert Essence шампунь, не ароматизированный вообще и 10 масочек вот таких вот. Ну и соль, это такое как бы. Кроме того, я здесь выбирала столько любимчиков, столько хотелочек, что просто, я не знаю, еще на 100 заказов вперед косметические всякие штучки. Ну и немножко там, конечно, еды есть. Но в основном всякие разные косметические продукты, которые я еще не пробовала. Если вы что-то пробовали из моей вот этой вот косметической корзины, то напишите, пожалуйста, внизу в комментариях, чтобы я еще до заказа сделала какие-то выводы. А теперь пойдемте разбирать уходовую косметику. Так, ну я примерно половину всего уже сделала. Покажу вам, конечно, уже все по итогу. Но сейчас мне предстоит разобрать все вот это, все вот эти пробнички. Я сгрузила все в одно место для того, чтобы было легче со всем разобраться. Прошло 2 часа, вот что у меня получилось. Вот эти вот косметички я сейчас отсюда вам вынесу, здесь их не будет. И также, пользуясь случаем, раз я уже пришла в ванну, я перемыла все свои кисти, немножко их накрыла, пока убирала, чтобы они не запылились. И когда я мою кисти, все время мою щетку. У меня самая обычная какая-то безымянная щетка, то ли из Ватсонса, то ли из Евы. Купила вот такие вот новые органайзеры в ИСКИ или ЮСКИ, не знаю как правильно. И там вот все тоже немножко по-другому расположила. Будет отдельное видео, скорее всего оно уже есть на канале. О организации хранения и о моих запасах косметики. Разобрать свой гардероб полностью за сегодня я просто-напросто не успела, потому что начала не с того. Начала с детского гардероба, начала с ванной комнаты. И в связи с тем, что у меня были другие дела еще на сегодня, кроме как вот эти вот свои хотелки удовлетворить, конечно же, весь гардероб разобрать не удалось. Вернее, я бы могла его, конечно же, весь разобрать, но я бы просто была не в силах сложить все красиво обратно. Мне бы не очень хотелось оставлять бардак до завтра. Поэтому лучше я буду делать все постепенно. Завтра разберу обувь, послезавтра одежду и так далее и тому подобное. Я разобрала только сумки. Вернее, как разобрала, я просто оставила себе всего-навсего 4 сумочки. И то в одной из них я сомневаюсь, что я буду ее носить, поскольку ношу я только свою Майкл Корс. Как-то она нефотогенично выглядит в расстегнутом виде. Вот так гораздо лучше. Ношу я чаще всего Майкл Корс, остальные сумки у меня практически все время стоят. После вчерашнего влога было очень много вопросов по поводу вот этой вот сумки-крепичика Майкл Корс. Мне кажется, они уже не знают. Наверное, они уже все знают. Я даже не знаю, кто о ней не знает. И рекомендую ли я ее? Да, я ее рекомендую. Я ее однозначно рекомендую. На это есть сразу очень много причин. Во-первых, потому что в нее все хорошо помещается. Во-вторых, потому что она неимоверно ноская. Если бы вы знали, сколько она всего пережила, сколько она пережила путешествий, я не знаю, поездов, выпаданий из машины на пол нечайным образом. Потому что я очень часто ложу сумку между собой и дверью. Она пережила много строек. На ней была куча краски. Вот маленькое пятнышко. Если знать, что она здесь есть, то вы его увидите. Также она пережила вот еще одну краску. Если знать, что она здесь есть, тоже видно. Но так просто, в принципе, этого не заметно. Она очень хорошо выглядит до сих пор. У нее отлично работающая молния. Все с этим замечательно. В нее помещается ежедневник. В нее помещается большой кошелек. В нее помещается, в принципе, все, что вы бы хотели в нее поместить. И даже, наверное, больше. Но у нее есть один огромный недостаток. Наверное, в каждом городе, у меня не очень большой город, поэтому таких сумок немного. Но в крупном городе, например, в Киеве или в Москве, таких сумок, я уверена, будет, я не знаю, на каждом шагу, наверное, в каждом помещении пару штук. Я найду на нее ссылочку. Я как-то делала на нее обзор, когда она только ко мне пришла года два назад. Найду оттенок, как называется. Заказывала я ее с официального сайта. Стоила она на тот момент примерно где-то 180 долларов. На данный момент, я знаю, что они есть от 88 долларов, но только те, которые золотого или серебряного цвета, такие металлики. Остальные, они будут, наверное, по той же цене. Я вот зашла в историю заказов. Обратите внимание, что у них еще налог прилагается при заказе. И получается, что у меня оттенок циндер или циндер, я не знаю, как правильно читается. Обратите внимание на вот эту вот приставочку travel, потому что на сайте представлено несколько сумочек вот этих вот jet set. И на некоторых просто написано large, не написано travel. Поэтому я думаю, что, возможно, у нее размер будет немножко побольше, чем у той, которую я показывала вам. Что касается, собственно, сохранности. Немножечко вытерлись буквы. Видите? Это, наверное, начало происходить спустя год носки. И вытерлась вот эта вот цепочка местами. То есть местами она стала вот немножко потертая. Эта цепочка при этом в идеальном порядке. И вот сейчас, прежде чем делать обзор, я ее рассмотрела, не порвалась ли какая-то строчечка. Не отошла ли какая-то окантовочка. Потому что здесь вот такие вот окантовки. Например, у GES, у сумок GES, я, кстати, не оставила ни одной сумки GES. У GES вот эти вот окантовочки отходят. То есть они облазят. И у бюджетных сумок они тоже облазят. Здесь не обошла, не облезла ни одна окантовочка, не порвалась ни одна строчечка. Все на месте. Все вот эти вот тренчики, или как они называются, все на месте. Все с ними хорошо. Вот почему это произошло. Почему буквы немножко потерлись. Потому что я очень часто носила сумку вот таким вот образом. То есть соприкасалась рука с металлом. И, видимо, в летний период времени, возможно, от того, что рука становится влажной. И также, когда сумка у меня висит, я обычно ношу сумку через левое, получается, плечо. И, естественно, левой рукой держусь за вот эту вот металлическую штучку. То есть, вероятнее всего, от этого она и потемнела. Что касается самой сумки внутри. Она выглядит вот таким вот образом. Здесь два кармашика. Тоже, как видите, ничего абсолютно с ней не произошло. Все строчки на месте. С подкладом тоже ничего не произошло. Здесь, кстати, ткань с одной стороны, ткань с другой стороны. И между тканями еще какая-то штучка. Тоже тканевая, видимо. И здесь вот такой вот большой разделитель. И большое отделение. Если вы не боитесь быть похожим на кого-то, кто находится рядом с вами, то я в любом случае рекомендую эту сумочку. Если же вы хотите выделяться или хотите что-то эксклюзивное, то это точно не ваш случай. Также пока оставляю кошелек, но в скором времени его поменяю. Я, кстати, не знала, что это за фирма. Я думала, что это вообще какая-то безымянная фирма. Но здесь вот оказался вот такой вот логотип. Первый раз его заметила, наверное, лет за пять, сколько оно у меня есть. И поэтому вот по этой надписи я нашла торговую марку. Но этого кошелька там уже не оказалось. Потому что, как вы понимаете, модель уже очень старая. Но, опять же, абсолютно ничего не произошло. Я его немножко освободила. С молнией тоже ничего не произошло. Все работает просто замечательно. И что касается отделений. Здесь всего четыре отделения. Сюда помещается все то, что мне нужно чаще всего. Водительское удостоверение, паспорт, карточка. Конечно же, карточка в бракард. Как же без нее? И карточка на заправку. Сюда я привыкла класть те карточки остальные, которые мне нужны. Они просто здесь вперемешку валяются. И, естественно, денежка, денежка. Сюда ничего не ложу. Хотя можно было бы. Прошла по первой попавшейся ссылке. И первая попавшаяся ссылка мне выдалась на розетки. Около 40 сумок. И все они до 100 долларов. Я считаю, что для качественного аксессуара это очень даже хорошо. Здесь натуральная змеиная кожа. Она была изначально вот такая вот гладенькая, как здесь. Но, естественно, за 5 лет службы то ли он затерся, то ли она может имеет свойство подсыхать. Не знаю, вот эти вот шелушинки, видите, они не отрываются, но они как бы открываются, что ли. Я не знаю, как это сказать. Я не фанат змеиной кожи. У меня ничего нет из змеиной кожи, ну, кроме этого кошелька. Это был подарок, поэтому... Теперь у меня есть опыт носки таких вещей. Видите, они как бы немножечко оттопыриваются, что ли. Хотя в эту сторону, если смотреть, то не особо заметно. Хочу приобрести новый кошелек, возможно, от Michael Kors. Не знаю, хочу его пощупать вживую. У нас вживую Michael Kors настоящий пощупать негде. Поэтому еще не определилась. Но хочу что-нибудь поменьше, потому что этот кошелек слишком большой. И вот такой вот слишком большой кошелек мне уже без надобности. Следующая сумка у меня от Furla. Ей будет год этим летом. То есть она не такая старая. Кстати, да, я стараюсь хранить все сумки в их чехольчиках натуральных. Но от Michael Kors я не знаю, был ли там чехольчик. И вообще, в принципе, Michael Kors я ношу каждый день. Поэтому надобности в нем нет. Сумку от Furla я покупала для того, чтобы в нее помещались документы формата А4. Но носить ее каждый день, в принципе, мне было бы сложно, потому что она слишком тяжелая сама по себе. Она, наверное, весит грамм 350-400 грамм. Сама, без наполнения. А если ее наполнить, то это будет вообще. Здесь вот такой вот ремешок. Вся фурнитура золотая. Я ремешок пристегнула сразу и не снимаю. Тоже, естественно, ничего не облезло. Но оно и не могло бы облезть, потому что я ее редко ношу. Например, Michael Kors я могу точно ручаться, что ничего не случится. Здесь, кстати, так же, как и в Michael Kors отделка Софиана. Но здесь, видите, есть такие немножко заломы. Ну, то есть, в принципе, когда вы так на сумку смотрите, их нет. Но из-за неравномерного наполнения они появляются. Поэтому я стараюсь вперед все-таки положить теперь какие-то документы формата А4. А назад уже вот сюда положить расческу и все остальное, что мне надо. Потому что вот это вот, все вот эти вот штучки получаются от косметички, от расчески и еще от чего-то. Так, теперь, что касается наполнения самой сумки. Здесь вот, кстати, еще значок тоже фурла. На все, на весь размер такое огромное-огромное отделение. Она на кнопочках впереди и сзади. Здесь два отделения. Подклад, кстати, не брендированный. Ну, то есть, без надписей всяких разных. Но она сама по себе такая более лаконичная. Не такая свободного, скажем так, стиля, как Майкл Корс. И здесь, опять же, отделение на всю длину. И плюс ко всему оно расстегивается вот глубоко. Поэтому очень удобно сюда все запихивать. Также удобно пристегнуть ключик, если вам нужно. И, в принципе, как короткие ручки, так и длинная ручка через плечо. Вот так вот выглядит. Вот эту вот штуку при желании можно снять. Но мне нравится, что она телепается. Я люблю все такие вот телепушечки. Касаемо сумки фурла. Есть вот очень похожая сумочка на официальном сайте, который фурлаком. Вот. Она очень похожа. И я думаю, внутри тоже, видите? Той сумочке, которую показывала я вам, уже на официальном сайте нет в наличии. Но я нашла ее вот на сайте ebay в этом же цвете за 279 долларов. Вот она здесь есть. Точно такая же, как у меня. Поэтому оставлю вам ссылочку и ту, и ту. Эту сумку я оставила, потому что она мне дорога, как память. Но она уже очень-очень старая. Это, наверное, самая старая моя брендовая сумочка. Это Клоя. Носила я ее очень долго и с огромным удовольствием. У нее здесь открутилась вот такая вот штучка. Здесь резьба. И изнутри должна была быть какой-то штырек, какой-то болтик, я не знаю, который должен держать вот эту вот штучку. И я ее перестала носить. Я стала носить от Манго сумочку после этой сумки для того, чтобы не оторвать до конца. Хотела починить, но так и не нашла, где, собственно. И отложила ее в сторону, и так и не продолжила. Носку этой сумки. Я думаю, что этой модели, наверное, лет 10, потому что покупала я ее в Аутлете. И в Аутлет она, наверное, попала уже года через три, после того, как она перестала продаваться в обычном магазине. Что касается фурнитуры. Она вся отлично работает, за исключением вот этой вот штучки, да, которая... Вот, в общем-то, как она должна выглядеть. Как с этой стороны. Что-то пошло не так. Но это что-то пошло не так. Так пошло через, наверное, года три использование этой сумки. В общем-то, вся фурнитура золотая. Этот замочек в порядке, а этот замочек вытерся. Вот в этом кармане, в верхнем, потому что он более глубокий, чем нижний, я носила мобильный телефон. И поэтому я очень часто дергала вот эту вот штучку. И дергала, видимо, не за кожаную вот эту вот лямочку, а именно за замочек. Поэтому он вытерся, стал не золотым, как все, а серебряным. Сзади здесь нет никакого отделения, просто прострочка. Кожа, кстати, выглядит идеально. Ничего с ней не случилось. То есть, она как была, так и есть. Здесь внутри точно так же, как... Кстати, наполнение, да, очень похоже на фурлу. Здесь два отделения. Немножко вымазано уже все в тональный крем, но она, опять же, повторяюсь, очень старенькая. Дальше серединка. Серединка, кстати, с таким же замочком, как и снаружи. Вот этот вот хлястик вы можете оставлять здесь, и тогда у вас их будет торчать два. А можете прятать вовнутрь, и тогда у вас здесь снаружи будет один. Здесь, кстати, тоже какие-то такие болты, значок. И здесь уже потайной кармашек. Я очень сомневаюсь, что я буду носить эту сумку, но, может быть, когда-то она опять войдет в моду. Она, на самом деле, довольно-таки большая, немножко меньше, чем формат А4. Но, вернее, она, наверное, и есть формат А4, но А4 сюда не поместится. Опять же, повторюсь, она мне очень дорога, как память, поэтому она у меня остается. С окантовочкой тоже абсолютно ничего не случилось, несмотря на то, что эта сумка также пережила крым-рым и медные трубы. А сумки типа Mango, они у меня, ну, не однодневки, но максимум на два сезона, и они приходят в негодность. Поэтому я их больше не покупаю. Я считаю, что лучше купить одну сумку и ходить с ней, так как я хожу с Майкл Корс, два года не снимая, чем каждый сезон менять сумки для того, чтобы они выглядели более-менее прилично. Ссылочку на сумку Клоя я уже даже не пытаюсь вам оставить, потому что уже ее 100% нет даже в Аутлетах. Очень уж давно это было, но я смотрю, Клоя не поменяла своих предпочтений. До сих пор она вот эти вот штучки делает длинные на замочках. До сих пор у нее много всяких разных замочков, всяких разных штучек. Вот такие вот рюкзачки у них сейчас есть, сумка-седло, которая сейчас очень модна. Также у меня есть одна сумочка бренда Кастоса, которую я ношу, и две сумки, которые просто хочу вам показать. Вот эту сумочку я, безусловно, оставляю. Я уже рассказывала о бренде Кастоса, когда показывала вам в бьюти-влоге коврик для мышки. То есть они делают именно кожаные вещи такого люкс-класса, те, которые останутся еще вашим внукам, правнукам, вот как в Советском Союзе, знаете, на совесть. И у них на вот этих чехлах, в общем-то, образец той кожи, из которой сделано изделие. Вот, такая вот у меня сумочка, она черная, абсолютно классическая. И здесь два отделения, и это, она как бы сделана из двух слоев кожи. Это тот случай, когда она мне внутри нравится больше, чем снаружи. У нее очень красивый цвет. Она такая, ну, выворотка, это кожаная выворотка. Вот, на кармане это хорошо видно. Здесь надпись их. Вот, видите, все сделано из стопроцентной натуральной кожи, ручная работа. И я оставлю ссылочки, на сайте есть подобная сумка, но она внутри не такого цвета. Здесь тоже металлическая, очень качественная фурнитура. Все шикарно выглядит, шикарно выполнена. Та сумка, которая останется еще надолго. Дальше. Как-то в прошлом году я заказывала себе такие, типа, как берцы, не берцы. В общем, похоже что-то на Тимберленде, только от Лакоста. Вот такого вот цвета. И под них у меня вот такая вот грубая штучка. Вот здесь уже немножко затерлась, потому что муж ее носил. Типа как и не кошелечек, и не кладчик, и знаете, так в кино сходить. Она довольно-таки большого размера, чтобы положить сюда телефон, положить несколько карточек. Тоже все из очень толстой кожи. Тоже все очень качественно. Единственное, мне бы хотелось, чтобы она просто вот так вот закрывалась на сплошной магнитик. Вот, но тем не менее, все равно эти кнопочки очень хорошо попадают туда, куда им надо. И все очень-очень качественно, очень приятно. Так вот, Лакосты мне все-таки не пришли. Вернее, они мне пришли, но не в том размере, в котором мне нужно было. Поэтому я их отдала маме. У мамы немножко больше размер. А эту штучку с удовольствием носит мой муж, когда наступает весна или осень. И последнее, раз уж мы заговорили о сумках, я чемоданы вам показывать не буду. Но покажу вот такую вот крутяцкую штуку для путешествий. Это был подарок. Здесь есть длинный еще ремешок через плечо и две вот такие вот ручки. Еще я не распаковывала. Огромная такая сумка для путешествий. Здесь кармашки. Ну, или может кому-то подойдет в спортзал, но мне дописнем сюда полгардероба поместится. Чтобы в спортзал ходить. Вот так вот она выглядит. Нереально просто крутецкая. Мне очень она нравится. Все как я люблю. Вот эти вот всякие хлястики. Ручки прострочены через вот там вот через донышко. То есть они не оборвутся, ничего с ними не случится. Дополнительные вот такие вот клепочки для красоты. В общем-то, если вы хотите какую-то классную кожаную сумку, которая достанется еще вашим внукам. И вот это про оригинальность, про качество, про отличие от остальных, того, чего точно не будет у других. Потому что они делают на заказ. Они делают индивидуально. У них, конечно, есть какой-то ассортимент на сайте, да, уже в наличии. Но вы можете также добавить какую-то свою фишку. Здесь еще, кстати, вот такой вот кармашек. И здесь вот видно, какой толщины кожа. Я засунула в нее целую подушку, чтобы видно было, какая она будет огромная. И сняла вот эту вот штучку. Здесь, оказывается, еще ручки застегиваются. Теперь я уже не могу дождаться, чтобы поехать в путешествие с этой сумкой. Видите, такая типа под бронзу. И состаренный такой замочек. Здесь тоже состаренный замочек. И тоже такая вот под бронзу фурнитура. Вот как-то так. Так, этот разбор был для меня очень полезен, потому что я сделала для себя вывод, что мне нужно заменить кошелек. Не потому что с ним что-то случилось, потому что уже как бы за 5 лет он мне немножко поднадоел. И я хочу какую-нибудь светло-бежевую, возможно, белую, возможно, светло-розовую сумочку на лето. Все, в принципе, по сумкам мне всего хватает. А завтра буду разбирать свою обувь. Если эта тема будет вам интересна, напишите, пожалуйста, внизу в комментариях. И тогда я разберу ее вместе с вами. Пока-пока. До скорых встреч.